Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Амши-Ибшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Президент Асламбжаня подписал ряд указов о присвоении почетных званий. На платформе ГУМА прошла однодневная выставка музейных экспонатов из залы этнографии Абхазского государственного музея. В Абхазии с гуманитарной миссией находится доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Овсеп Даниилян, который проводит бесплатный прием детей с ТЦП. Начнем выпуск с указов президента Аслана Бжаня о присвоении почетных званий. За вклад в развитие театрального искусства Абхазии Кесоу Хагба удостоен почетного звания «Народный артист Абхазии». За вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание заслуженной артиста Абхазии присвоено. Аслану Анкваб – актеру Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Еще одним указом президента за многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта высокий профессионализм заслуженный работник физической культуры и спорта Зонтария Жанна Джотовна награждена орденом Ахц Абша третьей степени. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Нала Арзенба со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки за министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, сообщает официальный телеграм-канал медиа-центра МИД Абхазии. В рамках встречи дипломаты обсудили форматы взаимодействия в контексте расширения контактов Абхазии на Ближнем Востоке. К ситуации на Украине. Российская авиация и средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 украинских самолета Су-24 и 1 Су-27, сообщает спутник Абхазия со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства обороны России. Помимо этого, российскими войсками было уничтожено 19 украинских беспилотников, а также 5 ракет реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. В течение суток российские войска поразили 36 военных объектов Вооруженных сил Украины. Среди них два пункта управления, три склада боеприпасов и два склада ГСМ, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня и 23 района расположения украинской боевой техники. Также в ведомстве добавили, что российские войска вклинились на 2 километра в глубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышли к южным окраинам населенного пункта Новоселовка. А подразделения ЛНР продвинулись на 5 километров, получив контроль над населенными пунктами Ивановка и Новосадовое. Правительство России продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. При этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина Российской Федерации. Специалисты радиоэлектронной борьбы военной базы Южного военного округа, находящейся в Абхазии, подавили системы связи и навигации условного противника в ходе плановых учебных мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба ведомства. Также специалисты РЭБ путем подавления радиосетей и навигации нарушили систему связи полевых авиановодчиков условного противника на расстоянии до 200 километров в горах и на прибрежной территории у границ Черного моря. Работа подразделений РЭБ позволяет предотвратить поведение противникам разведки радиосредствами и блокировать возможности станционного управления подразделениями. В рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания «Вина и воды Абхазии», прошла однодневная выставка музейных экспонатов из зала этнографии Абхазского государственного музея. Выставка под названием «Виноделье в культуре Абхазов» состоялась на культурно-деловой площадке ГУМА. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Старинные глиняные кувшины для хранения вина, деревянные изделия, которые использовались при изготовлении традиционного напитка, бочки и другие предметы были представлены на однодневной выставке музейных экспонатов, которая прошла на культурно-деловой площадке ГУМА. Для посетителей выставки с лекции выступила этнограф, старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба. Она рассказала о традиционной винодельческой культуре Абхазов и об обрядах, связанных с виноделием. Очень интересные ковры, где описываются обряды. Тоже один из таких элементов. Впервые вообще сегодня вытащили, так можно сказать, из фондов и показывали один из таких сюжетов, где показано жертвоприношение. Мы знаем, что все виноделия у нас связаны с многими обрядами абхазской традиции, с кувшином ритуальным. И мы сегодня немножко будем говорить о культе змеи, потому что напоминается очень часто в нардском эпосе культ змеи. Вот как раз лексир, где мы видим, что красная змея, то, что я говорила, изрублена, добавляется в этот лексир. Она дает силу. Но насколько она соответствует именно культу, мы хотим тоже сегодня немножко поговорить. Собраны материалы этнографические, а также мои собранные материалы от информаторов. На выставке также был представлен инвентарь, связанный с виноделием. Некоторые предметы были выставлены впервые. К примеру, глиняный сосуд, кувшин, который относится к пятому веку нашей эры. Он был найден в селе Мгудзерху Гудаутского района. Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, инициированного компанией «Вина и вода Абхазии». Кроме того, желающие могли попробовать напитки, представленные компанией. Абхазия все-таки это чудесное место, и очень радует, что оно развивается, и развивается во всех направлениях. А виноделие, ну я думаю, что это то, что должно развиваться. Я вижу, вы держите бокальчик, уже попробовали, как вам? Да, но лыхны я пробовала уже не раз, но именно на этой платформе, именно здесь, среди этого мероприятия, вообще это какое-то место такое с необычайной энергетикой. Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделя в Абхазии Николая Ачба, пройдет этой весной. Цель конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике. Культурно-деловая платформа ГУМА, как вы знаете, является организационным партнером этого конкурса, и поэтому сегодняшняя выставка и лекция проходят именно здесь. Для нас очень важно, что руководство Абхазского государственного музея откликнулось на нашу просьбу организовать эту выставку, потому что сегодня здесь представлены уникальные экспонаты и залы этнографии Абхазского государственного музея. В целом в рамках этого конкурса уже проводилось несколько мероприятий, и еще запланировано на апрель много чего интересного. Это выставки, это открытые лекции, это ярмарки, это различные мероприятия с участием и привлечением самих непосредственно виноделов, участников этого мероприятия. Прием заявок для участия в конкурсе начался 28 февраля и завершится 20 апреля. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля. Сария Кварацхеля, Лаура Капш, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 18 998 человек, сообщает пресс-служба Минздрава. Спутником Light привито 8 390 человек, спутником V 10 608. Минздрав располагает запасами российской вакцины как спутник Light, так и спутник V. И у населения республики есть возможность вакцинироваться. Не стало Риммы Шанибовой, кавалера ордена Ахцепша третьей степени, супруги и верной соратницы героя Абхазии Муссы Шанибова. Благотворительный фонд, помним, в лице председателя фонда Леонида Лакербая и зампредседателя Ляли Чамагуа выражают соболезнования семье покойной. Частный двухэтажный дом, расположенный в селе Бабушара Гулырыбского района, сгорел в ночь с 27 на 28 марта, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На место происшествия выехали два пожарных расчета пожарно-спасательной части Гулырыбского района. Несмотря на попытки спасателей потушить огонь, дом выгорел полностью. Никто из жильцов не пострадал. В данный момент ведется работа над установкой причины возгорания. В рамках медицинского проекта КБФ Ашана в Абхазию с рабочим визитом приехал доктор медицинских наук, автор 29 научных публикаций и четырех патентов на различные методики лечения, травматолог-ортопед Афсеб Даниэлян. Специалист проведет бесплатный прием детей с проблемами опорно-двигательной системы. Репортаж Алики Трябш. Медицинский проект фонда Ашана реализуется при поддержке Министерства здравоохранения, Сухомско-Республиканской детской больницы и Международного фонда Абстнам. В рамках проекта травматолог-ортопед из Иривана Афсеб Даниэлян приезжает в Абхазию два раза в год. Сейчас специалист будет находиться в Абхазии до 2 апреля. Он уже провел трехдневный бесплатный прием для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Сухомском детском реабилитационном центре и в Центре социальной адаптации и реабилитации детей «Асаркял». В течение этих трех дней будут выявлены дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, которым необходима операция. Операции на сложные операции детей мы будем отправлять в Ириван. Менее сложные операции будут проводиться на базе Республиканской детской больницы с участием местных хирургов, у которых есть возможность обмена опытом и поучаствовать в проведении операции с высококвалифицированным доктором. В первую очередь были осмотрены дети с диагнозом ДЦП. Также на прием к специалисту записаны были те пациенты, кому благодаря поддержке Международного фонда АПСН и КБФ Ашана ранее были проведены разные степени сложности операции. У 16-летней Милана Гагусани от ДЦП. Она сильно прихрамывала и не могла ровно ставить ноги. Девушка перенесла три операции в Ириване. Теперь Милана может ходить уверенно, не чувствуя боли. После окончания школы девочка хочет выучиться на массажиста и мастера по маникюру. Я начала ходить в 7 лет. Первый раз. Потом первая операция тоже была. И все операции принесла хорошо. Сейчас ноги ровно ставлю. Я довольна, моя мама тоже довольна операцией. Всем спасибо. За все время работы в Абхазии Афсепом Даниилянам было осмотрено более 400 детей. Проведено свыше 20 ортопедических операций. Несомненно, совместная работа специалистов из Армении и Абхазии является началом плодотворной работы и переходом на новый высококвалифицированный уровень. Отлично дает очень много. Например, раньше даже я не знаю, как люди общались. Сейчас любой там, я ему вопрос могу, там за две минуты он отвечает. И какие-то вопросы, если есть, с ним консультируемся. Ну, человек приезжает два раза в год. Надеюсь, будет чаще приезжать. Прооперировано более 20 пациентов уже именно с ДЦП. Вот люди приходят, сами видите, и врожденные вывихи, вот Ильина, Калайджан. И хорошие результаты есть. Дети ходят, например, дети с ДЦП могут ноги ставить ровно, уже с опорой стоять. Ну, есть положительные результаты, очень хорошие. Приезд специалистов из-за рубежа и обмен опытом позволяют нашей медицине развиваться и переходить к более эффективным методам лечения. И, конечно же, значительно улучшить состояние здоровья пациентов. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Абхазии, выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России. Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов, которые пройдут 11, 12 и 13 апреля. Срок подачи документов с 29 марта по 8 апреля. С полным перечнем необходимых документов и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте МИДа. Телефон для справок 7 840 226 70 69. 29 марта жители Сухума и части Гагарского района останутся без энергоснабжения, сообщает пресс-служба Черномура Энерго. В связи с ремонтными работами будут отключены подстанции Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3, Гечрыбш, Цандрыбш, Тяга и Холодная речка. Электричество не будет с 12 до 14 часов. В Сухуме не будет света с 10 до 17 часов. Отключение затронет улицы Айтгалера, Конфедератов, Сахарова, Воронова, Генерал-Адбар и Налы по улицу Лакоба до набережной Махаджиров, а также улицу Джонуа от набережной Махаджиров до пересечения с улицы Арзенба. Сегодня в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию короткометражный художественный фильм режиссера Вячеслава Аблотия «Костыли», снятый по мотивам рассказов о зеле Искандера, жил старик со своей старушкой. Это комичная история о том, как в Чигеме пожилая вдова пыталась отправить на тот свет костыли своему старику. В сценарии еще много разных комических ситуаций, в которые попадали и другие жители Искандеровского Чигема. В главных ролях снимаются актеры Абхазского драмтеатра «Майя Джикирба» и «Сербия Сангулия», а также молодые актеры Эдгар Шамба и Элла Туова. В массовках задействованы студенты АГУ. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 29 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 0,5, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 8 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшик Шаром. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok